Всем привет, это Леонид и проект Спецокраска. Сегодня у нас с вами сложная достаточно тема, а именно сложная тем, что большое многообразие товара, которое надо как-то умудриться выбрать правильно под ваш краскопульт, под ваш аппарат, под ваши материалы, под ваши задачи. Сегодня мы рассмотрим безвоздушные краскопульты, которые можно установить на практически любой окрашенный аппарат. Высокого давления, будь то электрический, бензиновый, дизельный или пневматический. И я вам более-менее в двух словах подскажу, как выбрать тот или иной пистолет, который именно для вас нужен. Итак, поехали. Пистолеты у нас традиционно, так же как и шланги в предыдущей теме высокого давления, они делятся на пистолеты условно низкого давления, ну условно, да, то есть это давление до 227 бар. То есть, конечно, дофига, вот, но есть пистолеты и более под большим давлением. Вот, и есть пистолеты на 350 бар, и есть пистолеты на 530 бар. Вот, соответственно, все пистолеты на 230 бар, 230 атмосфер, они предназначены для любого электрического, бензинового или дизельного окрашенного аппарата. То есть, их можно поставить на любой аппарат. Вот. Соответственно, пистолеты на 350 бар и на 530 бар, это пистолеты ставятся на пневматический окрашенный аппарат, который работает от компрессора. Ну, давайте потихонечку попробуем разобраться в этой куче пистолетов. Что для чего. Стандартные пистолеты для покраски имеют, ну, например, вот X450, да, от компании Штайр. Вот такой вот пистолетик. Они имеют Г-образную форму. То есть, у вас снизу входит материал, да, проходит через фильтр в ручке, поворачивает и на вылете распыляется через вот это вот сопло. То есть, это стандартная компоновка. То есть, такие пистолеты бывают разные. То есть, есть вот пистолеты от компании ХВСТ, вот еще от ХВСТ, вот пистолет, вот пистолет. Они все одинаковые, более-менее, да, то есть, разница только в материалах, из которых они сделаны, и разница в фильтре, который в рукоятке вот этого краскопульта находится. То есть, там могут быть разные фильтры, да, то есть, например, вот здесь вот, в X450, повторяемся, ну, это наш, мой, самый любимый пистолет. Вот, соответственно, в этом пистолете есть фильтр в рукоятке. Этот фильтр подходит сюда от компании Вагнер, да, то есть, если возьмем ХВСТ-шный пистолетик, вот этот вот синий стандартный, тоже стандартный пистолет, тоже хороший, тоже проблем с ним никаких нет. Соответственно, здесь у нас в рукоятке фильтр, который подходит от компании Титан. Вот, в принципе, все эти фильтры, они тоже у нас есть, да, и китайцы их производят, но если хотите брендовые, можете купить брендовый фильтр и, соответственно, сюда тоже поставить. Также есть пистолеты, в которых, вот, например, вот в этом фильтр от компании Грака подходит. Соответственно, для чего нужны эти пистолеты, да, то есть, это стандартные пистолеты для покраски стен, потолков, я не знаю, краски металла, краски заборов, краски фасадов, то есть, там, где вам нужно перенести краску из ведра на стену или на поверхность и получить более-менее хорошее качество, вот, которое вас устроит. Вот, этому способствует наличие фильтра в ручке. Вот, фильтра подбираются отдельно, ну, это, как бы, отдельная тема для разговора. Соответственно, таких пистолетов у нас много, отличаются они по материалам и по цене. Чем более надежный пистолет, тем подороже он стоит. То есть, пистолеты в среднем такие, там, тысяч от пяти, от четырех начинаются. Вот, это для сравнения, ну, в районе десятки стоит. Вот. Граковские пистолеты на сегодняшний день аналогичны этому, ну, будут стоить в районе тридцатки. Ну, чтобы понимали по разбросу цен. Дальше, соответственно, с этой Г-образной формой есть пистолеты на 350 атмосфер. Например, вот этот пистолетик. Этот пистолет у нас есть от компании ХВСТ, этот же пистолет у нас есть от компании Штайер. Ничем не отличается, ну, просто в зависимости от поставщика, кто быстрее привезет, ну, то название и ставим. Вот. Для чего нужен этот пистолет? Этот пистолет нужен для, в основном, для нанесения антикоррозионных составов. То есть, это покраска мостов, это покраска, я знаю, кораблей в том числе. То есть, эти пистолеты ставятся на пневматические окрашенные аппараты, у которых передаточное соотношение выше, чем, там, 48, там, к одному. Ну, лирическое отступление, что такое передаточное соотношение? Передаточное соотношение – это соотношение того давления воздуха, которое подается в насос от компрессора или от пневмосети, и того давления, которое вылетает из пистолета, из аппарата, из пистолета чуть-чуть меньше будет. Вот. Соответственно, чем оно, почему оно такое, да, то есть, это разница площадей верхней и нижней части насоса, то есть, пневматической и материальной. Чем выше это передаточное соотношение, тем больше давления на вылете у вас будет из аппарата. То есть, например, я не знаю, там, аппарат 30 к 1, да, написано передаточное соотношение, то есть, это 2 атмосферы вы внутрь аппарата подали в воздух, а, умножаем на 30, 60 атмосфер краски у вас вылетело из аппарата. Ну, соответственно, 3 атмосферы 90 атмосфер краски. Ну, в общем, все стандартно. Вот. То есть, пистолет, возвращаясь к пистолету, пистолет удобный, надежный, хороший, 350 атмосфер он держит. Дальше, если у нас аппараты большие, типа, да, из тех 681, которые мы показывали в одном из наших предыдущих видео, да, соответственно, туда надо ставить пистолеты, которые держат 530 атмосфер. 530 атмосфер у нас держит всего 2 пистолета, да, этот пистолет вот этот, Г-образной формы, да, он бывает от Штайра, бывает от ХВСТ. То есть, здесь в рукоятке тоже есть фильтр. Вот. Соответственно, пожалуйста. Вот. Либо второй вариант пистолета 63-76G, это пистолет без фильтра в ручке. То есть, если у нас вязкий материал, да, нам фильтр в ручке нафиг не нужен. Ну, и, соответственно, такой пистолет мы можем применить. Надеюсь, он не упадет. Дальше. Соответственно, по стандартным пистолетам, по давлению мы как-то более-менее, я вам что-то рассказал. Теперь, на что подразделяются еще пистолеты. То есть, это бывают стандартные пистолеты для покраски и пистолеты для нанесения вязких составов. То есть, вот как 63-76G, например. Эти пистолеты, у них нет фильтра в ручке вообще. То есть, материал у них подается вот по этому каналу сразу на диффузор. А нафига это нужно? Это нужно для того, чтобы у вас в процессе подачи вязкого материала фильтр не забивался и не мешал, и благодаря нему не терялось давление в процессе распыления материала. То есть, мы экономим давление. То есть, эти пистолеты используют там, где вам не надо высокое качество покрытия поверхности. Вам нужно просто нанести материал на стену или же на металл. То есть, это, например, огнезащиты, когда вы огнезащитные составы по металлу наносите. Это гидроизоляции, это шпаклевки. То есть, там вам высокое качество, какой-нибудь там а-ля глянец вам не нужен. И вам достаточно вот таких вот пистолетов. Они бывают на 230 бар, на 350 бар. И бывает на 530 бар. Дальше. Отдельно выделяются пистолеты, которыми наносят шпаклевку. Шпаклевку можно наносить поршневыми окрашенными аппаратами. И не только поршневыми. Да, и бывают еще шнековыми. А с помощью пистолетов вот таких. То есть, это прямые пистолеты, у которых тоже как бы краска-шпаклевка проходит с минимальными поворотами через пистолет. И у вас нету минимальной потери давления при проходе через этот пистолет. Единственное, что стоит помнить, что вот здесь вот в рукоятке все-таки зачем-то поставили фильтр. И чтобы этот фильтр снять, придется снимать скобу, снимать вот эту защелку и вот кручивать отсюда фильтр. Вот. Делаем это аккуратно, вот, потому что это немножко сложновато. То есть, есть они в сером цвете, есть в черном цвете. Цвет не принципиальный, но просто красота. Вот. И отдельно у нас стоит пистолет в этой линейке вообще наших краскопультов. Это линейный пистолет, так называемый прямой пистолет. Это Штайр Х-250. Тут сопло на прочистку стоит. Ну окей, повернем. Вот. Линейный пистолет. Для чего он нужен? Это пистолет для работы с удочками либо с валиками для принудительной подачи материала. То есть, когда вы красите, например, потолок, красить потолок вот так вот вам не очень удобно. То есть, кисть в неестественном положении, да? То есть, у вас будет уставать кисть, и у вас же все-таки тут давление, у вас здесь все-таки шланг, это достаточно тяжело. И постоянно рука на изгиб. Это неудобно. Вот. А удобнее, конечно, использовать линейный пистолет. Да? То есть, вы взяли пистолет, и у вас рука в естественном положении. Вы берете и красите. То есть, хоть так, хоть так. Это не проблема. То есть, можете повернуть сопло, да, там, и красить вот так, пожалуйста. То есть, это не проблема. То есть, с линейными пистолетами это все делать гораздо удобнее. Поэтому, то есть, это пистолет вот сугубо для строителей, которые красят квартиры и занимаются ремонтом квартир, ну, и стены, потолки, вот это прямо для этого пистолета. Особенности также пистолетов, про которые я не сказал, да, пистолеты бывают двух типов, да, условно, опять же, двух типов, да, вот, помимо всех типов, которые мы уже обсудили. Это бывают пистолеты на четыре курка. Ну, это бывают пистолеты с курком на четыре пальца. Вот. То есть, вот можно четыре пальца поставить. Да? Бывают пистолеты на два пальца. То есть, здесь помещается только два пальца. Вот. Каждый выбирает курок, как ему нравится. То есть, кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. В принципе, там, например, компания Грака разработала пистолеты, у которых курок раздвижной. Да? Хотите четыре, будет четыре. Хотите два, будет два. Вот. Но все это влияет в основном только на усталость. То есть, зависит от человека, насколько ему так сильно все это удобно или неудобно. Вот. Соответственно, на все эти пистолеты нашей компании Штайр, возвращаясь к нам, или же компании Йокиджи, или компании ХВСТ, соответственно, ставятся стандартные сопла, которые мы поставляем. Либо любая китайская компания, ну, или китайские поставщики. Вот. Либо к нам подходят сопла от компании Вагнер, от компании Титан и от компании Контракор. В принципе, то есть, с соплами проблем нет. Этих сопла всегда у всех есть. Даже если у нас какие-то размеры, например, выбиваются, вдруг их нету, мало ли кто там сотню сопел одинаково купил, все равно вы сопла можете найти. То есть, сопла стандартные, реверсивные, безвоздушные, у которых там, ну, стандартная, то есть, покраска по стрелочке, прочистка, вперед ставите пильной стороной и прочищаете просто в сторону, берете пшикой. Вот. На каждом сопле на наших пистолетах есть трехзначный номер. Эти номера соответствуют тем же номерам на Грак, как на Вагнере и на Титане, то есть, как и у всех, то есть, все стандартно. Все пистолеты у нас оснащены блокировкой, да, для того, чтобы заблокировать курок, и вы его не могли нажать. То есть, он может быть исполнен по-разному, да, то есть, вот здесь на 450-м, это вот такой вот кружочек, вы его повернули, и курок вы не можете нажать. То есть, это сделано для безопасности, то есть, когда вы ушли с работы, оставили, не дай бог, аппарат под давлением, ну, пистолет на предохранитель поставили. На других это может быть немножко по-другому, то есть, вот он, блокиратор, да. То есть, повернули, и курок вы не нажмете. Сделано это все вполне хорошо, но на самом деле, это не Штайровская разработка, это как у всех, это все стандартно. Вот, вроде, да, ну, вот на этом пистолете вот такой вот предохранитель, да, то есть, тоже поставили, и вы курок не нажимаете. Вот, опустили, и курок нажимается. Все достаточно стандартно. Вот, пистолеты есть разные, есть низкой ценовой категории, есть более дорогие, соответственно, зависят от ваших объемов. Вот, пистолеты надо подбирать, исходя из объемов, еще раз, исходя из вашей вязкости краски, и исходя из давления, которое максимально создает ваш аппарат. Все резьбы на всех пистолетах на вход у нас 1 четвертные, на выходе, на этот соплодержатель, да, вот, называется, бабочка называется соплодержателем, да, все резьбы здесь 7 восьмых дюйма. То есть, 7 восьмых дюйма, это тоже международный стандарт, то есть, 1 четвертная, 7 восьмых дюйма, это международные стандарты. То есть, если вы захотите, там, перейти на какие-то другие сопла, сопла или другие соплодержатели, 7 восьмых вы всегда соплодержатель найдете. Вот, вроде все, если возникнут вопросы, вы спрашиваете, мы с радостью ответим, можете писать в комментарии, пожалуйста, в комментариях мы тоже отвечаем. Если возникнут вопросы, хотите поговорить по телефону, все телефоны у нас на сайте www.spetsokraska.ru. Вот, меня зовут Леонид, пишите, всегда рад буду помочь, ставьте лайки, всем пока.